Всех очень рада приветствовать в новом году! Сегодня мы приготовим кутю на свят вечер! В нашей семье кутю традиционно делают из перловой крупы. Я ее уже предварительно отварила, и теперь я перекладываю ее в душлаг, чтобы с нее стекла вся лишняя жидкость. Перловую крупу нужно хорошо промыть, потом замочить в холодной воде приблизительно на 6 часов или на ночь, снова хорошо помыть и сварить в соотношении 1 часть крупы и 2 части воды, добавить при этом где-то 1 чайную ложку без горки соли, варить приблизительно 20-25 минут. Если у вас не будет времени замачивать крупу, в таком случае увеличьте количество воды для варки и увеличьте время варки, приблизительно 40 минут. Также я буду варить насыщенный узвар. У меня здесь 300 грамм хорошо промытых сушеных яблок и груш. Сюда я для аромата добавлю еще 100 грамм чернослива и 50 грамм изюма. Добавляю сюда 1,5 литра воды. Варим узвар 30 минут, а потом даем настояться ему 2-3 часа. К 100 граммам мака добавляю 200 миллилитров воды и буду варить на умеренном огне без кипения 20 минут. Изюм заливаем кипятком и оставляем на 10 минут, чтобы он набух. Нарубим грецкие орехи вот таким образом. Запаренный изюм просушим от лишней влаги бумажными полотенцами. Обжариваем грецкие орехи до румяности. Если в маке осталась вода, то отбрасываем его на дуршлаг, чтобы она стекла. По желанию, с обжаренных орешков можно снять кожицу. Вот так вот потереть между руками. И она, в принципе, отходит. Теперь я буду перетирать мак при помощи блендера. Также это можно сделать через мясорубку или же в ступке вместе с сахаром. Вот до такого состояния нужно перетирать мак. С него выделяется так называемое маковое молочко, и он белеет. В перловую крупу добавляем мед по вкусу. Здесь уже дело вкуса. Кто сколько хочет, столько и добавляет меда, как кому нравится. Сюда же отправляю перетертый мак. Тоже хорошо все перемешиваю. Изюм. Часть изюма оставим для украшения. И часть орехов тоже оставим для украшения. И перемешиваем. Вместо меда, если не любите, можно добавлять сахар. Также по вкусу. Посмотрите, сколько пути получилось 200 грамм перловой крупы. Это один 200 миллилитровый стакан. Узвар уже сварился, теперь ему нужно дать время настояться, где-то 2-3 часа до полного остывания. Когда узвар будет теплым, приблизительно 40 градусов, в него можно добавить мед. Но ни в коем случае не добавляйте мед в горячий узвар, потому что мед потеряет все свои полезные свойства. Сахар же можно добавлять на любом этапе приготовления. К утюм можно подать в таком виде. Сверху присыпать орешками и изюмом. И одну чайную ложечку меда. Сверху. И второй вариант с узваром. Здесь уже кому как больше нравится. Я, допустим, больше люблю с узваром. Всем желаю счастливого Рождества. До новых встреч. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok